Махачкале после ринопластики скончалась 23-летняя студентка медуниверситета. Девушка не проснулась после наркоза. Строительство новой дороги в обход Дербента завершено. Три километра новой трассы разгрузят центр города. Наши регбисты в числе лучших в России. Дагестанцы помогли Красноярскому клубу завоевать престижный трофей. Строительство духовного центра имени пророка Исы в Махачкале продолжается. В мечети активно ведут работы над фасадом. Накануне в одной из клиник Махачкалы после ринопластики умерла 23-летняя девушка. Она скончалась на операционном столе. Не проснулась после наркоза. По предварительной информации, девушка обратилась к хирургам с просьбой изменить форму носа. Она не сообщила врачам, что до этого лечила зуб. Во время ринопластики у нее началась аллергическая реакция на препарат. Медики пытались спасти пациентку, но у нее остановилось сердце. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Отметим, что девушка училась на пятом курсе медицинского университета. Прокуратурой республики организована проверка в связи с гибелью девушки в одной из частных клиник города Махачкалы. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения требований законодательства при оказании медицинских услуг. Прокуратурой поставлена на контроль ход результаты процессуальной проверки по данному факту. Трагедия на трассе «Кавказ». Водитель погиб в ДТП с коровой. Это произошло накануне вечером в Кайкенском районе. 31-летний житель Сергокалинского района, управляя автомобилем «Лада Приорос», столкнулся с крупнорогатым скотом, который находился на проезжей части дороги. Водитель был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, но, к сожалению, скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщает МВД по республике. Почти 400 граммов при Габалина обнаружили транспортные полицейские во дворе дома у жителя Махачкалы. Задержание 47-летнего мужчины произошло в момент, когда он сбыл психотропное вещество. При проведении осмотра оперативники нашли и изъяли еще капсулы с сильнодействующим веществом. Злоумышленник планировал сбыть его на территории города. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Теперь он получит срок до 8 лет. В селе Туруфта Басаранского района открылась новая школа на 100 ученических мест. Общая площадь здания составляет более 10 тысяч квадратных метров. Эта территория почти в два футбольных поля. Проблема строительства была освещена в СМИ еще в 2019 году. Через три года появилась информация, что школу построят по федеральной программе. И, наконец, в этом году школа открыла свои двери для сельчан. В новом учебном заведении созданы все условия для комфортного обучения. Это просторные аудитории, учительские лаборатории, зоны отдыха, актовый зал и столовая. Классы оборудованы новой мебелью и техникой. Также для активного отдыха и занятия спортом на территории школы обустроены футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола и беговая дорожка. Отметим, что в этом году в Дагестане открыли 20 новых школ и один детский сад. Автомобильную дорогу в обход Дербента завершили. Ее протяженность составило 3 километра. Проект позволит разгрузить центр южного города от транспорта и соединит федеральную трассу с набережной. Жители и гости республики смогут легко добираться до туристических локаций. Об этом сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров. Парк имени Сулеймана Стальского стал еще уютнее и современнее. В Махачкале подходит к концу реконструкция бульвара имени народного поэта. Городские власти сообщают, общественное пространство значительно преобразилось. Обновлена вся инфраструктура, а местами создана новая. Особое внимание уделено зеленым зонам, они увеличены. Теперь в парке растет больше деревьев, есть новые газоны и цветочные клумбы. Процесс реконструкции нового общественного пространства тщательно контролировал глава региона Сергей Меликов. Ему принадлежит инициатива создания парка имени Сулеймана Стальского. Финансирование работ проводилось полностью за счет личных средств сенатора Сулеймана Керимова. Ранее сообщалось, что ремонт парка обойдется меценату Сулейману Керимову в 357 миллионов рублей. В Ташкенте делегация из Дагестана во главе с полпредом Муфтията Республики в странах Средней Азии Мурадом Исмаиловым приняли участие Мавлиде. Он был посвящен месяцу рождения пророка Мухаммада, мир ему и благословения. Мероприятие собрало представителей органов власти, религиозных и общественных деятелей, а также именитых спортсменов из Дагестана и Узбекистана. Дорогие мои братья и сестры, также хочу вас искренне поздравить с наступившим месяцем Рабиа Ауал, месяц, в котором родился наш любимый пророк Мухаммад. Хочу также передать вам салам от нашего муфтия, чеха Ахмада Фанди, муфтия Дагестана. Важность духовных ценностей и уважения к истории исламской культуры. Мавлид Аннаби стал ярким событием, объединяющим представителей разных сфер общества и двух братских республик, отметили организаторы. Главная достопримечательность Махачкалы и достояние всех жителей республики. Стройка на территории духовного центра имени пророка Исы продолжается. На главном объекте – мечети имени пророка Мухаммада. Сейчас проводятся работы над фасадом. 13 рядов кирпича, она будет облицована вот этим мрамором. Мрамор, проведенный с Египта, это копия мрамора, который находится в Медине. И архитектурный проект тоже точно мединский. Верхняя часть самой, от цухольного этажа, верхняя часть, уже она идет как керамогранит идет. Выстроена. Сейчас мы делаем оконные проемы. Оконные проемы, то есть устанавливаем фибробетонные детали, которые уже мы видим, как радует глаз. Минареты – визитная карточка любой крупной мечети. В прошлом с них читали Азан Муидзины, а в наше время они стали частью архитектурного сооружения. В этой мечети их будет шесть. Сам аппарат, который будем поднимать, уже на отметке закручиваем на 57 метров. Мы ее установим на самую верхнюю точку, и она, иншалла, уже будет обшита материалом, который будет уже созывать саму форму мечети. Она у нас уже готова, привезена, собрана. Иншалла, через неделю-две она уже будет смотреть, будет радовать людей. Мечеть мещает в себя около 20 тысяч прихожан, поэтому должен быть соответствующий омовительный комплекс, работа над которым сейчас активно ведется. Идет установка теплого пола и заливка. Всего комплексов будет три – два мужских и один женский. Этот комплекс, в котором мы сейчас находимся, она соединена с мечетью, то есть есть переход, где можно спуститься здесь и зайти прямо в мечеть, чтобы зимой было удобно. Хочу отметить, в каждом омовительном комплексе у нас есть по 200 тонн резервуар воды. Когда будет дождь, чтобы она собиралась именно в эти резервуары, чтобы использовать для технических нужд, чтобы сэкономить городскую воду, для поливов, деревьев, чтобы использовать для санузла, мы будем именно набирать воду в эти резервуары, которые уже здесь построены и будут в скором времени начала работать. Парковочные места – одна из проблем Махачкалы. Здесь, в духовном центре, выделена большая зона специально для того, чтобы люди спокойно могли оставить свои автомобили и пойти на молитву. В духовном центре на территории будут островки, где будут стоянки. Например, в данный момент мы находимся на одном из островков, здесь 18 тысяч квадратных метров, это одна из стоянок. Сейчас мы ее залили, разрезали, то есть мы уже потихонечку квадратиками будем ее заливать. Сняли весь гдрунт, который был в воде, завезли грамот от вербинга, все, что необходимо техническое, мы все сделали. Здание в форме куба – прототип Каабы. Сооружение будет напоминать людям о запретной мечети в Мекке. А также здесь в будущем расположится офис хадж-компании «Марва». Ну а внизу находится столовая, в которой будут бесплатно кормить всех нуждающихся. Проект нашего муфтия. Но что еще хочет наш кубик? Он хочет людей тоже накормить, людей нуждающихся хочет накормить. То есть у нас есть, алхамдулла, богатворительный фонд «Инсан», но здесь внизу более тысячи квадратов бесплатной столовой. Еще одно напоминание о святых землях. На левом углу мечети со стороны центрального входа расположен зеленый купол. По своему виду, схожий с тем, который находится в мечети Медины. Здесь мы знаем, что Дагестан является хранителем реликвии. У нас хранится реликвия, у нас хранится волос пророк Салалу Алейху Ассалам. Здесь непосредственно будет музейная часть, где будут выставлены все реликвии, где будет храниться волос пророк Салал Алейху Алейху Ассалам. Где будет здесь музейная часть истории, культуры, традиций народа Дагестана. В самой мечети уже совершаются молитвы и даже проводятся пятничные богослужения. Священные месяцы здесь проходят масштабные мероприятия. В Раби-Уль-Аваль каждый день люди из разных городов и районов празднуют мавлиды. Значение каждой мечети – это объединение людей. И чем больше мечеть, значит, тем больше людей она соберет под одной крышей. Это уже один из факторов объединения. Значит, люди собираются вместе. Это уже как-то большое значение играет в объединении людей. И точно так же в данной мечети мы знаем, как и раньше в этом году тоже возобновили, проходят общерайонные, порой общедагестанские маджлисы. Работа мечети кипит круглый год, что даже ее имам почти всегда одет в рабочую одежду. Жители из разных уголков Дагестана приезжают сюда с одной целью – помочь в строительстве духовного центра. Изначально тоже эта мечеть вообще была заложена и строилась людьми. И сейчас тоже, не покладая рук, наши люди с разных районов, разных наций, независимо от этого, приходят, вносят свой вклад. Строительство духовного центра заслуженно называют народным. Ведь большая часть жителей Дагестана не только несли свой вклад в общее благое дело. Многое уже сделано, но впереди еще немало работы. Как мы видим, работа в духовном центре не прекращается. Но в этом есть и плюс. У нас есть еще время нести свой вклад в это благое дело. А значит, стать причастными к тому, что здесь будет построено. Помочь в реализации поистине исторического проекта нашей республики. Абдулла Алиев, Магомед Магомидов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанские регбисты помогли Енисею СТМ завоевать Кубок России. Красноярский клуб в десятый раз стал победителем этого престижного трофея. Юбилейный титул в составе сибирской дружины взяли воспитанники школы регби Дагестана Шамиль Магомедов и Рашид Магомед Саидов. Кубок страны Енисея СТМ выиграл в матче с принципиальным соперником Красным Яром, также представляющим город Красноярск. Встреча завершилась со счетом 15-3.